Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста Евангелия от Луки, 1 глава, 80 стих, мы зададимся вопросом, как младенец Иоанн Креститель мог жить и возрастать в пустыне. Действительно интересный вопрос. Прочитаем Евангелие от Луки, 1 глава, 80 стих. «Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Это об Иоанне Крестителе. Как нам ответить на этот вопрос? Как он мог находиться в пустыне, если он там уже был и без матери, и без отца? На самом деле, Иудейская пустыня не являлась каким-то абсолютно пустым местом. И есть предание, что ангелы заботились о Некрестителе. Но проблема заключается в том, что ангелами пустыни в то время называли Есеев. Это в Ветхозаветной Церкви монашеская община. Скажем так, до начала христианства, то есть монахи до монашества. Давайте прочитаем, что пишет историк Иосиф Флавий, который сам жил в I веке, об этой общине. Существует именно у иудеев троякого рода философские школы. Одну образуют фарисеи, другую – саддукеи, третью – те, которые, видно, представляют особую святость, так называемые есеи. Последние – также рожденные иудеи, но еще больше, чем другие, связаны любовью между собою. Чувственных наслаждений они избегают, как греха, и почитают величайшей добродетелью умеренность и поборение страстей. Супружества они презирают, зато они принимают к себе чужих детей в нежном возрасте, когда они еще восприимчивы к учению, обходятся с ними, как со своими, собственными, и внушают им свои нравы. Этим, впрочем, они отнюдь не хотят положить конец браку и продолжению рода человеческого, а желают только оградить себя от распутства женщин, полагая, что ни одна из них не сохраняет верность к одному только мужу своему. Они презирают богатство, и достойна удивления у них общность имущества, ибо среди них нет ни одного, который был бы богаче другого. По существующему у них правилу, всякий, присоединяющийся к секте, должен уступить свое состояние общине, а поэтому у них нигде нельзя видеть ни крайней нужды, ни блестящего богатства. Все, как братья, владеют одним общим состоянием, образующимся от соединения в одно целое отдельных имуществ каждого из них. Употребление масла они считают недостойным. Если кто из них помимо своей воли бывает помазан, то он утирает свое тело, потому что в жесткой коже они усматривают честь точно так же, как и в постоянном ношении белой одежды. Напоминает одежду Иоанна Крестителя. Они выбирают лиц для заведования делами общины, и каждый без различия обязан посвятить себя служению всех. Они не имеют своего отдельного города, а живут везде большими общинами. Приезжающие из других мест члены ордена могут располагать всем, что находится у их братьев, как своей собственностью. И к сочленам, которых они раньше никогда не видели в глаза, они входят как старым знакомым. Они поэтому ничего решительно не берут с собою в дорогу, кроме оружия от защиты от разбойников. В каждом городе поставлен общественный служитель специально для того, чтобы снабжать иногородних одеждой и всеми необходимыми припасами, одеяниями. И всем своим внешним видом они производят впечатление отроков, находящихся еще под строгой дисциплиной школьного учителя. Платье и обувь они меняют лишь тогда, когда прежнее или совершенно изорвалось, или от долгого ношения сделалось негодным к употреблению. Друг другу они ничего не продают, и друг у друга ничего не покупают, а каждый из своего дает другому то, что тому нужно. Равно как получает у товарища все, в чем сам нуждается. Даже без всякой взаимной услуги каждый может требовать необходимого от кого ему угодно. Своеобразен также у них и обряд богослужения. До восхода солнца они воздерживаются от всякой обыкновенной речи. Они обращаются тогда к солнцу с известными древними по происхождению молитвами, как будто и спрашивая его восхождение от Бога. После этого они отпускаются своими старейшинами, каждый к своим занятиям. Поработав напряженно до пятого часа, они опять собираются в определенном месте, опоясываются холщовым платком и умывают себе тело холодной водою. По окончании очищения они отправляются в свое собственное жилище, куда лица, не принадлежащие к секте, не допускаются, и очищенные, словно в святилище, вступают в столовую. Здесь они в строжайшей тишине усаживаются вокруг стола, после чего пекарь раздает всем по порядку хлеб, а повар ставит каждому посуду с одним единственным блюдом. Священник открывает трапезу молитвой, до которой никто не должен притронуться к пище. После трапезы он опять читает молитву. Как до, так и после еды они славят Бога, как дарителя пищи. Сложив в себя затем все свои одеяния, как священные, они снова отправляются на работу, где и остаются до сумерок. Тогда они опять возвращаются и едят тем же порядком. Если случайно появляются чужие, то они участвуют в трапезе. Крик и шум никогда не оскверняют место собрания. Каждый предоставляет другому говорить по очереди. Тишина, царящая внутри дома, производит на наблюдающего извне впечатление страшной тайны. Но причина этой тишины кроется, собственно, в их всегдашней воздержанности, так, как они едят и пьют только для утоления голода и жажды. Это цитата из иудейских древностей Иосифа Флавия. Оценивая этих людей, он их называет ангелоподобными. Поэтому, когда предание сохраняет мысль о том, что Иоанна Крестителя воспитывали ангелы, очень похоже, что это делала община Есеев. По крайней мере, он перенял от них обычай носить одежду из грубой кожи. Мы видим их обычай не брать ничего в дорогу. Но Христос тоже говорил ученикам не брать ничего в дорогу. В середине XX века были раскопки в районе Кумран. Там как раз обнаружили списки книг Ветхого Завета, в больших копиях Псалтырь и пророк Исаия, который считался апокалипсисом Ветхозаветной Церкви. То есть они молились по Псалтыре и они придерживались строгого устава. Поэтому можем со всем основанием предположить, что Иоанн Креститель провел младенчество и детство в окружении, и юность в окружении этих святых людей. Итак, сегодня мы ответили еще на один вопрос. Чтобы вам не пропустить наши передачи, подписывайтесь на библейский портал Экзогет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя!